этот мальчик собирается в садик тебе помогать папа ему надо помогать ты в садик а целоваться не целовать люблю тебя на улицу и мою ну давай приезжай хорошо так сейчас пока я дома смонтирую видео сразу чтобы уже начинать в скором времени жить в ногу со временем это отставание сегодня у нас 8 а видео выложено за 4 так что четыре дня отставания нужно его догонять пока у меня более или менее свободное время мы не вяжем и никуда особо не нужно не ехать набежать так что работаем за компьютером даже сегодня накрасилась прям нравится себе так а теперь все по плану учим уроки параллельно сначала нужно сложить постели заложить стирку если нужно посудомойку на сегодня этого не нужно и будем готовить обед а потом еще там папа привез какие-то цветы будем ну пойду их посажу пока земля такая ну сыренькая вчера что-то непонятно капала не капала но сыра как на обед у нас сегодня будет жаркое по-домашнему с солеными огурцами и с посолью вот обжариваем курочку с двух сторон все буду складывать в эту кастрюлю здесь мне уже в кастрюльке картошка и обжаренное мясо с овощами залила еще сюда томат посолила поперчила сейчас буду ждать пока поварится в конце добавлю соленые огурцы и фасоль да думаю нашу рагу будет без фасоли потому что уже не влезет фасоль мне кажется будет перебор так что сейчас все хорошенечко потушится я еще наверно добавлю немножечко зелени и попробую обязательно кислоту может капелюшку сахара потому что здесь и томаты и огурцы соленые чтобы было не очень кисло и солено вот соли совсем чуть-чуть и добавил еще немножечко вместо воды рассола из-под огурцов будет а-ля солянка только с картошкой в общем не знаю даже как это называется но нам это очень вкусно так же готовлюсь к обеду накладываю вкусняшки изюм здесь разных цветов если видно сушеные яблоки была полная вазочка сейчас уже даже меньше половины мед тоже доедаем и вот эти вот чернослив натуральный без всяких вот этих обработок с косточкой но его не особо едят но все равно лежит так а здесь я режу пастилу вот это вот сливовая режется очень и очень легко полчатки темные загогулинки и она очень легко режется вот этим вот ножом пилой а вот это которая из персика просто невозможно ее отрезать я всего два кусочка отрезала и не могу буду ждать сердцу как рогусы вкусно только мясо ешь пожалуйста с чаем григорий будет вот такой пряник мамы мороженка и диска саша нас поезд у него будет пряник платье я пока порежу укропчик на заморозку ножки отрезаю это все режем до собираемся в школу дедушка сегодня повезет григория дедушка тебя повезет дешка ж тебя ждет а мы будем с женечкой обедать вот такой вот рагу получилось пока сыночек так съездила на почту забрала две посылочки вот одна из них здесь должны быть пакетики для в общем как это кондитерские мешки вот у меня это пакетики для росписи пряников и еще что подсолнечное масло две бутылки булка хлеба 2 озер чая без бергамота 3 сахарной пудры и вот такое вот сливочное масло которое мне нравится по больше всего 204 рубля 400 грамм я уже посмотрела что здесь даже не пол килограмма вот и все покупки так вот они пакетики вот такие здесь их 100 штук я беру небольшие потому что айсинг у меня как бы не бывает столько пряников чтобы прям доверху набить пакет поэтому меня самые маленькие я сейчас буду ехать за григория подкину только дровишек знаете что я делала до этого спала сейчас перед пишут что я младенец что взрослая женщина спит как младенец но могу вам сказать что младенцы спят все время а не только в обед а в обед спят те люди которые хотят спать и не важно сколько им лет вот так вот так а я еду за я уже позвоню и детей на всех заберу этот гляньте цветочки эти посадили привет а я закрыла привет мой ребенок как ты не замерз пальчики чуть дрыжат так ну что за сейчас поехали за всеми тогда в садик покажи что это такое сынок цветы а где ты их берешь где ты их нашел то марго тебе нарвало вот спасибо да ты сказал спасибо тебе помогать а марго синий тапочки так ну что все едем домой маргарита с нами маргарита домой или к нам в садике забирать мы забрали аккуратно а то еще был обещанник получил всем приятного аппетита афонике задали стишок учить садике задали господи ему не задали дали стишок да я говорю задали 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 я выключу этот телек Ну, бери. Все, сейчас, скоро полетим. Ага, и все. Марго? У-у-у, раз, два, три, четыре, пять. Нужно же попить чаю перед вылетом, да? Да. Садись, Антош. Как? Я сижу, по чаю. М-м-м, это удобно. Покажи. Ну, ты поверни же его. Такой. Сегодня я его. А мы же все дома. Гриша забрали с каратэ. Да. Сейчас будем, что делать. Как у-то. Про кого? Про кого? Какая у нас есть книжка? Про волка. Про волка и про красную шапочку, да? Вот такая у нас есть книжка. Она, правда, сейчас все наоборот какая-то. А я мишки. Есть еще про мишек, да? А где-то же еще мама про бабу Ягу покупала. Про колобка, да? А где-то еще мама про бабу Ягу покупала. Ты видел? Да. Принесешь? А я бабушка Ага. Я не знаю, где бабушка Ага. А я бабушка Ага. Ты не видел ее? Не. Ну, давай сначала про красную шапочку, хорошо? Да. В общем, сейчас у нас будем читать книжки и ждать папу. Папа на волейбол сегодня все-таки поехал. Да. Так, кто к нам еще приезжал в гости, сынок? Тетя Люба. Тетя Люба. А завтра кто поедет до тети Любы? А я у тети Любы. А еще кто поедет? Тетя Люба. Я. Нет, я поеду. Вернее, Гриша еще поедет до тети Любы. И там все Гриша, Родион и Богдан будут като тренировать. Потому что 26 ноября нам в Ейск ехать на карате. Правда, тренер нам еще не сказал, что нам ехать. Потому что в Ейск едут все призеры, которые в Варениковке. Блин, а так как мы не в числе призеров, то мы как бы не едем. Но есть такой город, куда мы должны поехать. Папа сразу с Миткой. Мама родна. Нет. Кто на свете? Так, встань ровно. Руки ровно по швам. Вот. Громко. Кто? Кто на свете? Кто на свете? Будем учить стишок, да, сынок? Всех милей. Да. Всех на свете? Леха, леха. Краша. Как? Самый лучший? Глуп. Это? Мамка. Это мама. Мама. Наша. Мама. Тебе моя очередь. Давай. Мамочка, мама, давай с праздником. Ой. Не чести. Мамочка. Понятно. Мама родная. Мамочка, мамочка. Папа золотолива. Мамочка. Давай, тихо. Мамочка, мама родная. С праздником, мама тебя любят. Я поздравляю сегодня искренне, нервно любят. Я знаю, ты самая лучшая. Мой дорогой человек. Пусть будет долгим и радостным мамин и бабушкин век. Да, надо только громче. Я его уже выучил. Да, надо только громче. Немножко медленнее. Я его уже выучил. Да, отлично. Ты придешь ко мне на праздник? Обязательно. На праздник? Да. Ну, надо штишок выучить и придем, конечно, да? Как выступим, мама, если плохо, значит не заберет, если хорошо, значит заберет. Да. Так, все, мы ложимся спать. Пол двенадцатого. Все и я спать ложись, представляешь? Вместе с тобой. Стихи повторили, так что ты выучил стихи, папа? Да. Еду тихо. Папа, покойная ночь. Да какие-то нити я, Сержиня, учил. Почему? Ты лучше мне расскажи, кто выиграл на волейболе, Сержиня? Ты. Я каждый раз этот вопрос задаю. Знаете, что я слышу в ответ? Кто, Сержиня, выиграл? Не мы. Не мы. Чего ты туда ездил на волейбол, если выиграли? Не мы. А ты мячи подавляешь? А поэтому я никогда не выигрываю. Поэтому твоя команда не выигрывает. Да. Сейчас всем спокойной ночи. Надеюсь, каждый из вас выиграет. Что-нибудь. Промечу. Капкейки, как минимум. До новых встреч. Тихо.